Конец XIX – начало XX веков. Среднеколымск. Из воспоминаний политического ссыльного и врача Сергея Ивановича Мицкевич. С удовольствием вспоминаю это время. Интересный, совсем не исследованный край. Своебразный быт местного населения. Врачебная и исследовательская работа. Колония ссыльных, интересная публика. Много спорили, много читали и работали. Действительно, в это время на окраине Якутии отбывали ссылку яркие представители российской интеллигенции. Будущий автор монографии Якуты – Вацлав Леопольдович Серошевский. Этнограф, языковед и идейный вдохновитель открытия Института народов Севера в Санкт-Петербурге – Владимир Германович Багарас. Этнограф и основоположник изучения юкагирского языка Владимир Ильич Йохельсон. И многие другие. Якутский губернатор Иван Иванович Крафт получает известие от представителей Среднеколымской ссылки, что они дарят городу Якутскую библиотеку, насчитывающую более трех тысяч томов разных изданий. Но при единственном условии, чтобы книги содержались в специально оборудованном благоустроенном помещении. Это событие стало главным мотивом для строительства нового здания публичной библиотеки и музея в городе Якутске. Будущее здание было спроектировано приглашенным из Санкт-Петербурга архитектором и инженером Клементием Адамовичем Лешевич. Он, как яркий представитель так называемого русского стиля, предложил масштабное сооружение с насыщенными элементами декора. Это здание поистине стало украшением деревянного города и ярким событием жизни столицы. На торжественном открытии епископ Якутский и Вилюйский Милетий, окропляя здание святой водой, отметил «Будем всячески вспомоществовать, чтобы здание это служило только одним просветительным целям, чтобы жаждующие света и истины имели возможность получать здесь только истинный свет и истинное знание». Трудно сказать, сколько читателей прошло за это время по исторической лестнице библиотеки. Но известно, что именно здесь впервые встретился со своей будущей женой народный писатель Якутии Сафрон Петрович Данилов. Более полувека в этих стенах Евдокия Павловна Гуляева продолжает собирать летопись книгопечатаний Якутии. Ее жизненный путь, начиная с библиотекаря и заканчивая защитой кандидатской диссертации в возрасте 74 лет, вызывает не только удивление, уважение, но и восхищение, а также желание понять, в чем секрет ее неисчерпаемой энергии. «Отец мой родной, старостин Павел Дмитриевич, он брат князя старостина Урдус-Кулуба. Я от 10 детей осталась одна. Дети все, не доживая до 3 лет, у родителей моих умирали. Я единственная, я уцелела. Мой родной отец больной лежал, и он был немножко грамотный, секретарем сельсовета работал, поэтому он умел читать, писать. И он меня подготовил, 6-летний уже, к школе, с тем, что вот пока, мол, он не умер, не живой, хочет меня ученицей видеть. И вот хаптагайскую школу меня 7-летнюю отдали, и в тот год, это 38-м году, 13 октября, мой папа умер. В детстве у меня тяга к книгам была. В школе была библиотека, это хаптагайской школе. А в книгах-то мы не разбираемся, там одни книги на русском языке. И я выбрала самую красивую книгу, в красном переплете, тонкую. Это было Маяковского стихи. По-русски-то ничего не знаю. А что Маяковский-то я прочитала, а какие стихи, конечно, тем более Маяковского, я понять не могла и читать не могла. Ну, потом в город приехала учиться во вторую школу. Я по-русски плохо знаю, в интернат меня не приняли. Жила вот у маминых знакомых, они были городские аристократы. Библиотека Пушкина. Тогда работали до 10 часов вечера. И, по-моему, в воскресенье тоже. И праздничные дни, по-моему, тоже работали. А Преображенский церквит – детский филиал вот этой национальной библиотеки. Работала Арефия Анастасия. Она меня посадила и вынесла книгу Виктора Гюго «Отверженные». Толстая такая книга. И говорит, читай. И я стала читать эти «Отверженные». Хотя по-русски очень плохо смыслила, но я содержание этой книги до сих пор помню. После этого я стала уже читать все книги, которые она мне дала. Ну, вот так вот я стала книгами интересоваться. По осени поступила в Культ Пресвет в школу. Там я училась на отлично за то. Хорошо преподавали литературу. И там легко, почему-то мне казалось, очень легко мне учителя ставили пятерку за самый банальный рассказ прочитанной вещи. Спрашивают, и все молчат. Но меня спрашивают, и я то, что прочитала, я рассказываю. Спустя много лет Евдокия Павловна о специфике своей профессии скажет, что библиотекари – это люди особого состояния души. Ведь в их распоряжении океан книг. Со временем авторы книг, их произведения, и герои становятся близкими друзьями. После Культ Пресвет в школу я стала библиотекарем. И романтика моя меня завлекла в Булунский район. Там Кюширь работала. Кюширь был тогда районный центр. Работала зав. библиотекой районной. Там были очень старинные, хорошие книги, фолианты. Там же путешественники останавливались, зимовали иногда. И вот они оставляли, оказывается, эти раритеты. Понятие «раритетная книга» видоизменялось вместе с ходом истории. Так, до XIX столетия любители древности признавали раритетными только те книги, которые представляли собой рукописные варианты, либо образцы первых книгопечатных изданий. В начале XX века раритетом официально стали считать книги, год изданий которых относился к периоду до 1830 года. А в наши дни к понятию «раритет» относятся издания, выпущенные до 1917 года. В начале был трепет, что это в руках держали, когда впервые это было издано. Через сколько рук эта книга прошла. Однажды в книге прямо прошиты были облигации между листочками. В честь рождения у кого-то сына, видимо, ребенка долгожданного. Или записки были, написанные чернильными. Я занимаюсь реставрацией. Реставрирую книги, восполняя утраты, промывая, химически обрабатывая, удаляя какие-то загрязнения, жировые пятна. Не навредить, например. Оставить как есть и там укрепить, чтобы еще прослужило какое-то время. Но бумага не вечная. Стараемся продлить. В идеале где-то лет 500 может. Но если это бумага тряпичная. В настоящее время, чтобы продлить срок службы книг, газет, журналов и других печатных изданий, реставраторы национальной библиотеки практически заново собирают каждую страницу и дают им новое дыхание. Например, вот такие книги поступают из зала. Вот эта книга. Раньше тоже сделали составной переплет. Вот в таком виде пришло. Вот блок отдельно и переплет отдельно. И листы тоже вот так рваные. Это мы выпрямляем. Все. Вот это вот тоже выпрямляем и реставрации делаем. Очень кропотливая, пыльная работа. Грязная, как бы сказать. И трудоемкая. И вот усердно сидеть надо работать. Тогда все получается. Книги новые стали. Ой, как хорошо. И вот читатели приходят и говорят, ой, как красивые книги. Даже не узнаем книги. Тогда тебе очень хорошо становится. Вот твоя работа, что видно, что ты работала, что есть. Многие книги из читального зала Национальной библиотеки прошли через руки Евдокии Паловны. Но в самом начале своего жизненного пути она набиралась опыта, работая в Усть-Майском и Аллаеховском районах, где встретила первую любовь, затем было замужество и учеба в Московском государственном библиотечном институте. Шел год 1955-й. Он был знаменателен тем, что впервые вышли из печати два новых литературно-художественных журнала «Юность» и «Иностранная литература». В это же время было принято решение о строительстве космодрома Байконур. Для Якутии этот год тоже стал сенсационным. Нашли крупное месторождение алмазов, кимберлитовую трубку «Мир». Пять лет учебы в столице России стали для Евдокии Павловны настоящим испытанием на прочность. Под сердцем увезла в Москву ребеночка, которую я родила там, будучи уже студенткой. Академку взяла, работала там по-московской, в детдоме, короче, ее устроила. Сама в этом детдоме работала, утюжила пеленки. И доча моя в группе, хорошая одна сестра была Аня Волкова. Она меня пускала ночевать, угощала этим детским питанием. Там я получала зарплату небольшую и кормили селедка, квашеная капуста, картошка, черный хлеб. Жили мы на крыше, вот такие женщины бездомные. И бездомные работники там жили тоже. В общем, прозимовала я на крыше, на соломах. Мой муж приехал в Москву. Мы стали жить, снимать комнату. Дочу взяли из детдома. Короче, я вторым ребенком забеременела на последнем курсе. И вместо экзамена я родила сына. Ну, он, отец наш был очень такой, ну, находчивый. Он договорился с заочниками. И я по выписке из роддома. Моя группа уже отпраздновали, диплом получили, все улетели. А я с заочниками эту историю партию сдала. И диплом, он за меня побегал, там получил. И мы прилетели в родной город. И я получила назначение в эту библиотеку. И с 1 августа я стала здесь работать. Перешагнула порог вот этого помещения. События 1960 года для страны были незабываемыми. С конвейера сошел первый автомобиль «Запорожец». Началось активное освоение космоса. И на Землю успешно вернулись собаки «Белка» и «Стрелка». В этот период библиотечная жизнь в Якутске тоже, как говорится, кипела. Читатели с раннего утра занимали очередь, чтобы первыми увидеть книжные новинки. На улице объявление повесили, что вот проводится конкурс детцов, посвященный Есенину. Запись, мол, в детальном зале. И мы были удивлены. Знаете, просто человек 40 записалось. Было битком набито. У дверей стояли, между рядами стояли. Некуда было пальцем стнуть. И первую премию мы назначили. Ольга Иванова была первой диктор. Она училась тогда в восьмой школе. С девятом до восьмом классе. И вот она так эмоционально, так хорошо читала. Это из поэмы Александра Блока «12». Просто зажигательно. Аж прямо волосы дыбом стояли. Тогда был у нас директором Захар Тимофеевич Тюнгуряда. Поддерживал любое новшество, любую идею. И при том он никогда не кичился. Вот на этих мероприятиях он всегда сам присутствовал. Всегда. Так уж случилось. В воле и судьбы Евдокии Павловне Гуляевой предстояло продолжить научно-исследовательскую работу, начатую Тюнгурядовым. Новую директору назначили, Самсонову Валентину Андреевну. Потом она немного погодя говорит. Евдокия Павловна, займитесь-ка уточнением дореволюционных якутских книг. В смысле, никто никогда не изучал. Единственное, это Захар Тимофеевич, он начинал было. Но он в архив не мог ходить по состоянию своего здоровья. Он чисто только из периодических изданий, из книжной библиографии. И я тут реально просто взялась за дело. Я стала изучать, просматривать все прикнижные библиографии, все библиографии современных ученых. И составила уже картотечку свою. И стала перелистывать якутские перхальные ведомости. Страшно интересно. Просто даже лучше, чем любая художественная книга. Ища эти книги дореволюционные, их находя, еще другое находишь. О других каких-то людях, о других каких-то фактах. Это просто меня увлекло. Поразило то, что первые же книги – это все церковные книги, которые изданы были на якутском языке. Эта книга называется «Молитва, символ веры, заповеди Божьи». Иркутск, 1812 год. Эта книга у нас нынче не сохранена. Некоторые историки, в частности Шишигин, ставят под сомнение, что была ли эта книга. Это для нас очень серьезный исторический источник. Мы не можем не верить записи епископа Никонура, не можем не верить якутским перхальным ведомостям. Самое старинное называется очень пространное длинное название. Сокращенный катехизис для обучения юношества православному закону христианскому, с приложением «Напереди таблицы» для складов ищения гражданской печати «Иркутск. Губернская типография. 1819 год». Вот через два года будет столетие вот этой книги. Это вторая книга. Эту книгу перевел на якутский язык «Алекинский церквиерей» Георгий Яковлев Попов. И ныне эта книга считается первым алфавитом якутского языка. В Свято-Троицком кафедральном заборе работал священник Асепков, Михаил Асепков. Он перевел к «Клугасской технике». Вот я говорила, что название тоже перевел. Эта книга была издана в 1844 году в Санкт-Петербурге тиражом тысячи экземпляров. В 1853 году, 11 сентября, к нам из Аласки, из этой епархии, тогда епархия новая была образована, Камчатская, Курильская, Алиутская. Архипастер вот этой новой епархии, Иннокентий Вениаминов, приехал. Он организовал комитет по переводу на якутский язык священных поучительных книг, где состав комитета. Председателем был назначен Дмитрий Хитров, тогда он был священником Преображенской церкви. Он в 1841 году сюда приехал. И вот Ащевков, Дмитриан Дмитрианович Попов, священник Кельский. Были переведены все 27 книг Нового Завета, за исключением Апокалипсиса, Откровения Иоанна Богослова. А из Старого Завета было переведено Псалты и Бытие. Иннокентий Вениаминов дал хитровое указание, чтобы он составил грамматику якутского языка и букварь. И он на базе труда Бетлинга, тогда Бетлинг уже был издан, составил краткую грамматику якутского языка и якутско-русский букварь. Грамматика у нас сохранилась, якутско-русский словарь, к сожалению, не сохранилась. Еще в Москве изданы были еще тунгусские книги. Краткий тунгусский словарь и тунгусский букварь. Таким образом, за 1857 и 1858 годы в Москве было издано 9 якутских изданий и 2 тунгусских книги. Всего 11 книг. Общий тираж у них был 5700 книг. Нужно отметить, что якутские духовные книги, изданные священнослужителями в течение XIX века, стали первым опытом национального книгоиздания и представляют собой уникальную летопись истории культуры Якутии. Я вот когда изучила биографию Иннокентия Вениаминова, Хейтрова, ну и других немножко священников, пришла к выводу, что Всевышний все-таки имеется, Бог есть. Только разные мы народы по-разному воспринимаем одного Всевышнего. Не знаю, почему я именно пришла к этому концу своей жизни. Я в 2007 году крестилась. Так что я крещённая, православная. В 2010 году Евдокии Павловне выпала честь сделать обзор церковных и миссионерских книг, вышедших на якутском языке в дни визита в Якутск патриарха Кирилла. Он, в свою очередь, выразил свою благодарность народу Саха за сохранение духовной культуры в виде этих редких изданий. Закончила эту работу, написала монографию в 2004 году. И в этом же году я защитилась. Благодаря нашему отделу, под руководством Сарглана Васильевны Максимовой, вот ныне директора нашего, издан сводный каталог якутской книги 1812-17 год. Более трёх с лишним книг. И вот эти книги отражены все здесь. Сводный каталог якутской книги, составленный Евдокией Павловной Гуляевой, на 29-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в 2016 году получил диплом конкурса «Лучшая профессиональная книга года» в номинации «История края». Кроме этого, Евдокия Павловна награждена орденом Третьей степени святителя Иннокентия Вениаминова за способствование миссионерскому служению. Сейчас этой удивительной женщине далеко за 80. Но, глядя на неё, понимаешь, что возраст не помеха, когда занят интереснейшим делом. А секрет неисчерпаемой энергии заключается в том, чтобы нести истинный свет и истинное знание, как этого хотел епископ Милетий в далёком 1911 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова